Всем привет! С наступающим Новым Годом! Это наша новогодняя Иркутская Ёлочка. Не знаю, в каком году снята. Наверное, не в этом. Но все равно, в общем, вам понятен. С Новым наступающим Годом! Это мои будни, будни мои жестокие. Хожу по холоду, хожу. И надо все еще запахи из-под снега достать. Ну, одевают у меня тепло, можно сказать. У меня такие вот и на ногах нынче валеночки оставили. Но все равно, некоторый дискомфорт есть. Здесь, значит, с утра меня подняли, причесали, глаза почистили. Кусочек канапе с маслицем дали для укрепления легких. Ну, а я, как все кокеры, все равно смотрю таким взглядом. Сниматься я не очень люблю. Особенно, когда мне мало подают. Поэтому я так на кусок, на хозяйку. На кусок, на хозяйку. Мне волнует запах. Да, и то, что я подсказываю, я говорю, ну ты так, подавай. Подавай уж, раз ты меня так снимать хочешь, подавай. Здесь я обглядываю свои окрестности. Я люблю проезжающие автомобили, значит, изучать. Вот таким взглядом. Как я уже говорила, что я лучший свидетель всех происшествий. Я все наблюдаю, все смотрю. Вот, ну, природа у нас, вы сами видите, какая серо-белая и засохшая, желтая. Да, не очень, не очень. Ну, ничего, зима пройдет, настанет лето и будет зелень и прелесть. Это кормим мы собачку, принесли собачке. Она со стаи не входит, стаи к ней приходят, навещают ее, а она ждет, видно, своего хозяева. Хозяина сидит на одном месте. Вот мы ей принесли пакеты здесь стоять, сейчас мы ее накормим, а мы там в отдалении стоим, издалека наблюдаем, потому что я по лапу этой хозяйки ростиком. Мне подходить нельзя. Ну, мы рады, что она покушала. До весны доживет. Хозяева, наверное, заберут обратно ее на даче охранять. Будем надеяться на лучшее. Продолжение следует...